Меня зовут Федор. Я руковожу новой группой качества поиска в Авито какое-то время. До этого я 12 лет работал с ребятами в Яндексе в качестве поиска. Так что всех знаю, его страшно приятно здесь опять рассказывать. Зачем мы используем толоку в качестве поиска? Ну вообще качество поиска это такая вещь многогранная, но конкретно толоку мы используем для обучения релевантности текстовому запросу. И используем в двух аспектах. Во-первых, это оценка качества различных версий поисковой машины. Во-вторых, создание LearnPool А для обучения машинообученных моделей, которые максимизируют релевантность, не только релевантность. Вот у нас есть такой конвейер качества поиска. Это достаточно такой объемный набор программ. Важно здесь подчеркнуть, что этот конвейер работает непрерывно. То есть, грубо говоря, для обучения релевантности и оценки мы не однократно ставим пулы. А у нас работают некоторые сервисы, которые крутят данные по циклу. И фактически мы работаем с толокерами каждый день и все время дооцениваем какие-то новые документы, которые появляются в топах по некоторым запросам у разных версий поисковой машины. Ну вот. И для нас было важно создать этот конвейер в автоматизированном виде, потому что, грубо говоря, когда мы начинали, мы делали постановку вручную. И вот эта процедура для нашей задачи состоит там из семи шагов. Ну вот. И, грубо говоря, можно было потратить там, не знаю, там полчалека дня на то, чтобы отправить, значит, очередной пул. Ну вот. Включая битвы с какой-нибудь загрузки, там, не знаю, 50 тысяч картинок на Яндекс.Диск, там, подмешивание golden setов и так далее. В общем, нам пришлось все это автоматизировать. И, в общем, у нас в совокупности на сервис Labels, который ставит задания, собирает ответы, их агрегирует и заказывает дополнительные оценки, ушел один шаг и месяц. Значит, это не единственный сервис в качестве поиска. Вот этот вот отвечает только на работу с толокой и ее автоматизацию. Ну вот. Теперь, значит, опять перейдем. Я с удовольствием присоединяюсь к предыдущим ораторам. Было сказано очень много правильных слов, которые из реальной жизни про то, как нужно работать. Сейчас мы как бы заново пройдем какие-то моменты. То есть, значит, достаточно важно не ошибиться в том, какие задания можно ставить в толоке. То есть, толокеры умеют отвечать на простые вопросы. Ну вот. Они, значит, умеют отвечать на вопросы однокритериальной попарной оценки. Например, сравнить две картинки по одному признаку. Даже если, как бы, ответ не абсолютно четкий, они достаточно спокойно себя чувствуют. Ну вот. Они могут даже делать многокритериальную попарную оценку, когда, значит, называете, как бы, композиции каких-то критерий, которые важны, они, значит, как-то взвешивают. Ну вот. Но вот не нужно делать некоторые вещи. Вот есть такой старый анекдот про инженера, который сошел с ума, когда его послали, значит, на овощебазу сортировать картошку на большую и маленькую. Ну вот. Потому что такое количество решений с непонятным критерием, оно совершенно выбивает людей, и главный результат на выходе получается достаточно мутный. Поэтому вот не стоит, грубо говоря, надеяться на то, что вам, значит, рассортируют по размеру. Ну вот. Ну и также вот, как бы, старая традиция оценки релевантности, которая в Гугле и в Яндексе была, это когда мы учили асессоров по такому стастраничному PDF со всеми кейсами, значит, что если там запрос в такую-то тему, сайт обладает таким свойством, но он не широко отвечает на вопрос, тогда все-таки, значит, ему нужно поставить там R+. А если, значит, одно свойство не такое, поставить R... Это совершенно невозможно. Это программа для компьютера, а не для человека. Но вот человеку нужно такие задания стараться не ставить. Ну вот. И сейчас уже, поскольку появились другие способы влияния на качество поиска, не только через оценку, то есть включая там обучение по кликам, создание новых, как бы, моделей таргетов продуктовых, поэтому есть возможность упрощать задания для асессоров до достаточно таких простых, однозначных вопросов. Ну вот, значит, ну как бы начинается все с инструкциями, то есть как бы основная идея стоит в том, что мы не можем приготовить очень большой текст в надежде, что его прочитают. Мы должны простыми словами объяснить идею, дальше дать примеров, которые можно хорошо обобщать на большое количество кейсов, ну вот. И, в общем, ну и, соответственно, был очень хороший комментарий про то, что нужна какая-нибудь галка, про то, что не открывается, я не знаю там, как ответить, какое-нибудь поле для комментариев. Это место, откуда вы соберете очень много фидбэка. Ну вот. А дальше, если у вас возникают какие-то случаи неоднозначной оценки, то боритесь с искушением, значит, вставить новое разветвление в инструкцию и пытаться объяснять логику для минорных кейсов. То есть есть такой грубый способ, который отлично работает. Вы просто в тренировочное задание накидываете каких-то примеров, таких скользких, и, значит, говорите, ответ такой, потому что я так сказал. Ну вот. И они, значит, могут даже повозмущаться, сказать, что это противоречит вашим правилам, но они эту информацию усвоят. То есть гораздо лучше не усложнять у них модель правильной оценки в голове, а накидывать вот этих примеров с фиксированными ответами. Они по ним вполне себе учатся. Ну вот. Ну и, соответственно, если у вас инструкция большая, то это значит, либо у вас плохая инструкция, либо у вас, вообще говоря, может, плохое задание. То есть, грубо говоря, если нужно знать слишком много, чтобы на него ответить, то, ну, стоит подумать. То есть один из вариантов – это что-то вообще не спрашивать, а в каких-то случаях декомпозировать вопрос, задание на два, на три вопроса, которые достаточно простые, однозначные. Ну вот. Следующее место, где можно накосячить, это, значит, если вы пошлете какую-то выборку на оценку, там, автоматическим способом, и при этом не посмотрите, что вы туда отправите. Ну, самый, значит, простой способ – это послать битые задания, например, без картинок, там, или, я не знаю, там, спросить, значит, релевантность дома с адресом, не указав адрес дома, например, в задании. Ну вот, такие вот вещи, они как бы важны. Ну вот, вещи, с которыми столкнулись, когда в ранжировании строим репрезентативные пулы для отправки в оценку, то может так получиться, что по широким запросам у вас полно простых заданий с положительным ответом. Вот здесь вот есть некоторый скриншот одного из заданий, который послали, вот, не знаю, тут видно зелененький цвет с розовенькими вкраплениями. Вот зеленая – это оценка, да, все релевантно. Ну вот, и посмотрите, сколько они старались, и сколько много полезной информации отсюда извлекли. То есть, значит, по запросу там Ford Focus, объявления с заголовком Ford Focus, они там, как правило, все 100% релевантны. Ну вот, соответственно, чтобы учить ML, нужно, в общем, отходить от репрезентативных полов в сторону полов, которые являются сложными для поиска, и которые действительно учат поисковые машины. Значит, у вас КПД оценки очень низкие. Ну, в частности, есть разные способы это, как бы, это получать. Можно отсматривать, значит, потоки запросов, уменьшая количество тривиальных, как бы, оттуда. Можно, например, делать динамическую глубину оценки. То есть, если вы оцените некоторый запрос, если видите, что там все зеленое, то, в общем, можно и дальше его не оценивать. А на запрос, где, наоборот, много нелевантных, можно оценить и получить больше, так сказать, негативных примеров. Ну вот. И, соответственно, можно просто даже предсказывать, грубо говоря, релевантность документа машинным обучением. И документы, которые могут с большой вероятностью быть нелевантными, где-то, но при этом они в топе, то их с большей вероятностью посылать на оценку. Вот как бы простое применение модельки, оно вот это КПДР по количеству нелевантных растит там в три раза. Это достаточно легко. Ну вот. А теперь, собственно, про контроль качества и про аналитику. Значит, ну как бы первая идея, которая приходит, это давайте сначала что-нибудь добавим, посмотрим, а там как-нибудь разберемся. Ну вот. И такие эксперименты всегда очень быстро срабатывают. То есть вы прямо удивляетесь, с какой скоростью Толокер оценит ваше задание. Ну вот там 15 минут – это оценка сверху. Вот здесь вот есть некоторая статистика. Это на самом деле не статистика, а такое как бы оценочное суждение. Но это примерно то, что происходит. То есть вы можете получить 10% какого-то полезного сигнала из каких-то честных людей, которые почему-то обогнали роботов, и, значит, им совесть не позволяет, значит, кликать просто мышкой. Ну вот. Но в целом, значит, самое страшное, что произойдет дальше, вы, главное, не поймете, что происходит. Потому что вы получаете некоторый дата-сет, он вроде оценен, дальше вы на него смотрите, на нем ничего не обучается, оно не показывает какой-то шум и так далее. И, грубо говоря, вот те цифры замечательные, значит, что потратили сначала 12 долларов, потом 1000 долларов. Если мы, значит, посчитаем зарплату этих дата-сайентистов, которые будут там неделями вкуриваться, значит, в эти оценки, то это просто на несколько порядков больше. То есть, как бы очень важно вот понять, что дешевого входа нет. То есть, вам придется вот с самого начала аккуратно, значит, подойти к этому вопросу. Ну вот. И вообще, вначале, когда работаешь, начинаешь работать с толока, есть такая идеалистическая картина, значит, сотрудничество с работниками, которые вот мы, значит, здесь модели обучаем, они нам оценивают, мы им платим деньги, такое, значит, они учатся, у нас такое взаимовыгодное сотрудничество, нам не жалко даже им денег подкинуть. Ну вот. Значит, на самом деле происходит следующее. Когда вы выносите вот эту еду, как бы, да, бюджет, то, значит, вот там сидит очень много людей, которые, значит, нюхают, и как только вы что-то вытащили, они сразу бегут туда быстро. И ваши эти кошечки, они как бы тоже идут, но они идут медленно, и, значит, грубо говоря, вот хищники быстрее сжирают все ваши бюджеты. Ну вот. Ну и вообще, как бы, общая картина, чтобы себе представить. Вот в теплом задании, если мы не берем пул с фильтром до шести человек, который, значит, может быть, как бы очень одним из хороших решений, ну вот, то вот эти задания, они очень сильно распыляются, и вот эта вот идея, что вы там про Толокера много узнаете, хороший он или плохой, там, значит, она, в общем, не работает. То есть у нее есть, как бы, у каждого Толокера есть тренировочные задания, и вот самое основное задание, им достается несколько штук. И вообще, как бы, там очень много приходит случайных людей, которые, ну, там, смотришь, заработок за год, два с половиной доллара, там, и, значит, вот типовой ты в него тыкаешь, и ты понимаешь, что, как бы, с таким человеком он может очень хорошим, но ты не можешь, как бы, долгосрочно с ним выстроить какие-то отношения, там, проконтролировать качественно, чему-то научить, поэтому очень нужны вот эти вот какие-то шаги по вычислению науков или по правильной обработке сигнала от случайных людей, что тоже, как бы, решение. Ну вот, ну и, как бы, статистически может оказаться, что много роботов и людей, которые просто вот так вот тыкают в надежде, что их два экрана не забанят, они получат два цента, как бы, их, ну, много, и они быстрее прибегают. Ну вот, и, соответственно, вот этот вот скучный слайд из десяти пунктов – это вот то, что вот надо все сделать. Вот взять первый пункт, второй, значит, заняться аналитикой с самого начала. Блоки контроля качества вам порекомендовали, вы не, значит, не манкируете, а все-таки их настройте. Перекрытие, значит, большое должно быть, то есть даже вот три – это такое минимальное перекрытие, потому что, ну, иначе вообще судить не о чем. Ну вот. Значит, много работы над хонепотами, которые иногда выступают в роли голденсетов, это два специальных термина. Ну вот. Ну и, соответственно, грубо говоря, вот способ свычления навыка, когда мы сможем на лонг-терм повышать некоторые навыки хорошим толокерам, а потом платить им больше денег и, главное, им об этом рассказывать, вот этот способ, он, в принципе, работает. То есть вы, возможно, что должны, как бы, создавать свою комьюнити, более, ну, даже не обязательно более квалифицированных людей, а людей, которым есть еще терять, потому что если они знают, что они начинают плохо отвечать, у них навык падает, им перестают давать дорогие задания. Ну вот. Ну и самое, как бы, интересное еще – это некоторые алгоритмы агрегации. То есть кроме вот majority vote, я скажу там чуть попозже, есть еще другие способы, не менее интересные. Ну вот. Соответственно, грубо говоря, вот эти стадии, через которые проходит толокер, их как бы надо в каком-то виде, значит, реализовать. То есть вот чтение инструкции, дальше вот тренировка, она может быть с подсказками, и дальше без подсказок, грубо говоря, когда мы просто вот выясняем, выучил человек инструкцию и вообще примеры или нет. Ну вот. Это нам дает достаточно хорошую дифференциацию на старте, и мы можем, значит, назначить базовый наук. Вообще, в принципе, вот при… в задаче оценки качества поиска, вот, которую решали коллеги из Озона, как бы действительно важнее получать более чистые оценки и в них применять, значит, фильтры по навыку, вообще говоря. Для машинного обучения можно, и может быть даже лучше, брать больше, более дешевых оценок, чтобы показать больше примеров в машине. Но если у вас есть только вот эти вот KPI-пулы и нет Learn-пулов, то вы не… не на чем вам будет учить, как бы, и отбирать людей. То есть поэтому вот эта вот двухстадийная штука, она может оказаться очень полезной. Ну вот. И, в общем, конечно, надо во все задания подмешивать вот эти golden set с известными ответами, чтобы просто, ну, я не знаю, там, вполне себе мог быть талокеры, которые пройдут экзамены, а потом, значит, включат кнопку следующей и будут быстро там на нее нажимать. Поэтому, значит, контролировать надо постоянно. И, более того, как бы ответы на этих golden set плюс перекрытие, они позволяют потом более правильно агрегировать оценки. Ну вот. Поэтому о них нужно не забывать. Соответственно, агрегация оценок – это такая, как бы, проверка согласованности. Ну вот. И, значит, вот кроме majority vote, существует идея вероятностной агрегации. Ну, как бы, есть разные модели. Основная идея, что есть некоторые сложные задания с неоднозначными ответами, за которые штрафовать сильно не нужно. Ну вот. И, соответственно, но при этом по всем заданиям можно качество талокера в сравнении, например, с агрегированной оценкой сравнивать. Ну вот. И, значит, всякие алгоритмы агрегации, их существует штук шесть, и даже есть всякие PDF-ки в интернете. Значит, не все вы сможете воспроизвести в коде, потому что там будет немножко сложная математика. Ну вот есть там две популярные модели. Вот модель David Skin, она вообще была придумана в 79-м году. Значит, грубо говоря, для агрегации некоторых медицинских данных. Есть, значит, так называемый Whitehill, расхожее слово в Яндексе, которое люди произносить. Ну вот. Но, в принципе, полезно, если у вас большие именно Learn-сеты, грубо говоря, научиться их как-то агрегировать. Значит, ну, можно, во-первых, вот эту вот идею со сложностью приблизить эвристиками. Вы можете, я не знаю, например, по сложным заданиям, где есть разные ответы, просто не считать точности, а считать по всем остальным, например. Ну вот. Вы можете попробовать, значит, взять какую-то работу и написать код, но не ошибиться будет достаточно трудно. Ну вот. Есть на GitHub интересные решения, которые позволяют их запустить. Есть агрегация в Талаке, которая, значит, одну из этих волшебных моделей реализует. Достаточно хорошего, потому что, видимо, это та же модель, которая используется внутри Яндекса. Единственное, что у меня нет тут точной информации, я в Яндексе уже не работаю. Ну вот. Но, значит, агрегация в Талаке, она обладает некоторыми недостатками в том плане, что, например, в нашем сценарии, когда у нас как бы инкрементальный непрерывный поток, мы не можем, значит, на каждые 10 оценок запускать переагрегацию всего. Еще там нужно, она работает только для одного пула, а для двух пулов она не работает и так далее. Ну, в общем, короче говоря, возможность, мы как бы реализовали возможность получить прямо то же самое, только у себя в сервисе, значит, без помощи Яндекса. Я очень надеюсь, что Яндекс сделает такую удобную инкрементальную агрегацию внутри Талаки. Ну вот, значит, ну и как бы подытоживая, я скажу следующее, что, в общем, Талака дает как бы очень крутые возможности координации работы, то есть, грубо говоря, я, допустим, Data Scientist, я, значит, обучил новую модельку, я нажал у себя на ноутбуке в 10 вечера две кнопки, значит, поехала модель, поехал пул, и дальше какие-то люди начали там двигать мышкой, нажимать, и, значит, через 20 минут у меня есть проскоренная моя модель. То есть, если представься, что я должен послать кому-нибудь электронное письмо с просьбой что-то разметить, это как бы было не работало, то есть, количество итераций, которые мы провели за какое-то ограниченное время, оно фантастическое. Ну вот, и за это огромное спасибо Талаке, ну вот. Но, в общем, при этом мы столкнулись с тем, что Талака – это технология, и, значит, чтобы ей пользоваться, нужно, значит, обладать квалификацией, нужно писать новые программы, которые ее используют и так далее. Ну вот. Ну и, значит, два вывода, что, в общем, не нужно пытаться, так сказать, не думая о контроле качества, что-то разумное получить, и, соответственно, нам всем нужно учиться пользоваться Талакой. А также ждать, пока Талака постоянно больше похожа на продукты, тогда нам чему-то, может быть, не учиться. Ну вот. И еще раз хочу сказать большое спасибо коллегам из Яндекса, что помогают нам делать, значит, бизнес и пользу людей. Спасибо. Слушаю, ваш доклад, спасибо, и доклад предыдущих коллег. Создалось впечатление, что затраты там человека-часа, в том числе, на поддержание релевантности всего этого, существенно больше, чем, собственно, стоимость того, что вы платите Талакерам. Можете поделиться, как у вас, это первая вещь. И вторая, есть такое ощущение, что там достаточно большой порог входа при первом задании, а, грубо говоря, если ставить на поток, то там каждое последующее уже, так сказать, с меньшим усилием идет с вашей стороны, как с компанией. Вот, ну, хотелось бы просто понять, да, там, как качественно. Нет, вообще первое задание в Талакер поставить очень просто, там, грубо говоря, не знаю, один час, там, загрузить, CSV файл сделать, загрузить. Ну вот, единственная проблема, что оценки, которые оттуда приедут, они на что не годятся. Ну вот, вот так и дальше. Дальше пройдет. Да, 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 соответственно, дальше, конечно, то есть, результат такой, что инженеры, которые все это готовят, они сожгли гораздо больше денег на зарплате, чем, значит, мы заплатили Талакерам. Даже мы готовы бы им заплатить, но есть такая проблема в том, что если просто увеличить количество денег, то количество хороших людей увеличится на несколько десятков процентов, а вот зато все роботы, которые там есть, они придут к вам в первую очередь. Это как гарантия. Ну вот, в принципе, это, конечно, ненормально, то есть, я не знаю, как это сделать, но было бы здорово, если как бы лонгтерм были какие-то долгосрочные отношения, значит, с Талакерами, мы там им платили больше, но просто сейчас, чтобы это сделать, нужно несколько из таких шагов предпринять, вот там, дифференцировать полы по цене, по навыку и так далее. Ну вот, в принципе, значит, в разных задачах есть, как бы, очень много примеров задач машинного обучения, в том числе, когда, грубо говоря, оцениваются какие-то одноразовые датасеты, и, конечно, с инженерной точки зрения гораздо проще, просто в нашем кейсе нам действительно нужна регулярная дооценка, там активное обучение, то есть мы обучили ранкер, значит, в топ вылезли примеры, мы их оценили, переобучили в топ вылезли примеры, там, ну, в общем, и так далее. Или там подкрутили какой-нибудь продуктовый буст, вылезли какие-то новые документы. Поэтому нам конкретно нужен конвейер, и, в общем, мы достаточно много получили оценок, то есть у нас там больше полутора миллионов атомарных оценок, ну, как бы, и там примерно полмиллиона агрегированных. То есть, ну, и в Авито просто очень большое разнообразие запросов вертикалей и всего остального, и нам нужно, чтобы на каждую какую-то рубрику тематическую приходилось хотя бы там несколько сотен, как бы, ну, вот. Поэтому, значит, нам нужен этот конвейер, да. Но, в принципе, конечно, все остальные должны пытаться экономить, но вот как бы нужно понять, где экономить. То есть, экономить на блоках контроля качества точно не стоит. Ну, соответственно, все это длится где-то 5-6 месяцев. То есть, ну, как бы, мы сейчас в стадии активного экспериментирования, обучения моделей и так далее, поэтому сейчас мы используем особенно активно. Но и в дальнейшем мы хотим пользоваться такой вещью, что увеличение количества оценок увеличивает качество. То есть, грубо говоря, когда мы способы обучения оценки устаканим, вот так вот крутанем ручку, зальем денег и, значит, получим лучшую модель. По поводу, хочу еще добавить, ценообразование. Как раз есть механизм динамического ценообразования. То есть, вы действительно в зависимости от того, какого навыка у вас исполнители, можете им платить градуированно больше. И это очень важный момент. Нельзя просто так повысить ставки и ожидать, что вам принесут качественные оценки. Нужно делать так, чтобы у человека была связь между тем, что он работает качественнее и получает за это больше. Соответственно, для этого в Тулаке есть уже готовые инструменты. Там можно эту штуку использовать. По поводу еще, Федор высказывал нам пожелание, чтобы мы сделали агрегацию встроенную. Мы действительно над ней работаем. Соответственно, вместе с тем динамическим перекрытием, по которому я говорил, мы и онлайновую агрегацию тоже будем предоставлять. А та модель, которая сейчас используется, вы можете скачать результаты отдельного набора заданий уже в агрегированном варианте. Там используется David Skin у нас, про который я рассказывал. Можете привести удачные ханипоты, которые хорошо справляются с ботами? Ну, как сказать? Дело в том, что ханипоты, они понятно, специфичные. Я на карнавале в костюме маньяка-убийце, они ничем не отличаются от обнормальных людей. Наша задача, чтобы эти ханипоты были в точности как обычные задания. Поэтому они берутся из оперативного потока. Там важно, что сделать. Например, я там показывал про количество нерелевантных. Если у нас там 85% релевантных, а 15% нет, и вы требуете 80% точности на ханипотах, тогда тот, кто отвечает да, он автоматом проходит все пороги. Соответственно, ханипоты, я их долго мучительно готовлю, а потом говорю, хорошо, зеленых в три раза меньше. Стираю строчки, мне обидно, но я это делаю для того, чтобы был баланс. Второе, что нужна постоянная аналитика, то есть, грубо говоря, мы смотрим ханипоты и то, как на них спотыкаются асессоры. И несколько раз мы исправляли какие-то наши ошибки или неоднозначности, исправили инструкцию или просто их убирали, потому что это сложный очень вопрос, неоднозначный. То, в общем, он не для контроля качества толокера. Спасибо за интересный доклад. Очень подробно, так и продуктивно. Два вопроса. У вас там был слайд с пулами, если бы вы могли вернуться и кратко рассказать, в чем суть. И второе, вот сколько у вас уходит времени на подготовку пула асессоров? Когда вот вы их вначале тестируете, сколько это занимает, ну, в процентах от общей сессии, скажем? Ну, когда вы хранжируете и отсеиваете тех, кто там ленивцы, балбесы? Нет, мы делаем это автоматически, естественно. То есть, сколько у нас там сервер работает. То есть, грубо говоря, мы руками сейчас конвейер не крутим, мы руками делаем только аналитику. Если у нас есть какая-то системная проблема, мы ее в коде, значит, пытаемся залечить. То есть, там, подкрутить фильтры, исправить задание. Ну, вот. Значит, задание исправляет аналитик. Так, слайд про пулы. Вот этот вот был, да? Значит, как он работает? Ну, смотрите, здесь он немножко такой схематичный, то есть не 100% соответствует, но идея прямо такая, что у нас есть некоторая база оценок. Значит... О, прекрасно. Ага. Значит, у нас есть некоторая база оценок, которая у нас набирается, она все время растет для лерна и теста. Мы на ней обучаем ML-ранкер. Ну вот. Дальше мы, значит, снимаем некоторые оффлайн-метрики, то есть, грубо говоря, качество поиска есть оффлайн-метрики, которые оценивают качество продукта, то есть, например, по выборке запроса процентов. А если онлайн, это когда мы катим на пользователей, с вами как они кликают там с статистическими критериями значимости. Ну вот. И, соответственно, мы сначала долго крутим модель в оффлайне. То есть, мы, допустим, не знаю, там пилим новые факторы, исправляем оценки, учим модели, выкатываем и так далее. Значит, мы сделали там 10 кругов, каждый круг в оффлайне, ну, не знаю, один цикл может занимать там час, например, в принципе, два часа. То есть, это очень быстро. Дальше, когда у нас есть модель, которая нам нравится по оффлайн-метрикам, мы, значит, еще катим ее на большую базу, ну вот, потом начинаем с нее снимать с беты уже, пулы, и там вылезают какие-то новые интересные документы, которых не было в выборках размеченных и так далее. Мы тогда с ним возвращаемся обратно, опять их дооцениваем и смотрим, какой у нас оффлайн-окачество. Дальше уже, когда у нас есть некоторая бета с некоторой ML-моделью, которая по оффлайн-метрикам проходит приемку и дает хорошие результаты, мы катим его в АБ-тест. Если АБ-тест успешный, это значит, что наши, как бы, оценки и гипотезы продуктовые все выполнились, и мы понимаем, что нужно пользователям. И, соответственно, тогда мы катим в продакшн. Если АБ-тест нас зарубил, мы идем исправлять оценки, таргеты, ML и так далее. Ну, вот прям так это работает. Спасибо. Спасибо. Доклад, короткий вопрос. Может, что-то посоветуете, каким образом все-таки на этапе входа, фильтрами или чем-то еще, найти тех пользователей, может быть, там есть какие-то фильтры, там, не знаю, по опыту работы в Толоке еще и так далее, которые могли бы отсеять автоматически вот этих людей, которые грубо просто кликают дальше, как вы говорите? Или таких вот серебряных пуль и фильтров не существует? Нет, таких фильтров есть, вам нужен как-то серебряный этот самый патронтаж, там, из 30 фильтров, значит, по времени, по капче, там, насчет и так далее, то есть, по количеству заработка, то есть, на самом деле… Ну, оно работает в итоге или это… Да, оно работает, и они не зря там эти правила, и ими лучше не манкируют, то есть, их надо… И на них можно тоже облажаться, то есть, например, говорим, что точность ответа на Golden Set должна быть 70%. Значит, хорошо, значит, измеряем на трех заданиях, там, ну, вот, значит, он один раз случайно ошибся, упал до 70%, ее забанили на 30 дней на проекте, пользователи куда-то делись. Ну вот, то есть, например, мы по рекомендациям Яндекса поставили, значит, на трех заданиях точность должна быть, там, не знаю, там, 50%, на четырех должна быть 70%, а уже на шести, может быть, там, 80%, например. И вот такие вот… Из таких мелочей состоит… Там их как бы очень много, то есть, легко облажаться совершенно, и еще полезно там писать в этих правилах контроля качества комментарии, чтобы понять, кого забанили, ходить, смотреть список забанили. Просто мы сталкивались с ситуацией, когда мы, как бы, задание кидаем, а оценка не идет. Оказывается, что в этом контуре просто регулярно банятся пользователи и делать работу некому. Ну вот, то есть, надо за этим всем следить, к сожалению. Да, ну, мы работаем еще над тем, чтобы более визуализированно понимать как раз вот эти баны и, там, приход активных пользователей и так далее. Еще хотел добавить две вещи. Во-первых, для контроля качества мы действительно предлагаем некоторые пресеты, то есть, их нужно будет настроить самостоятельно, но вообще, как правильно и, как бы, какие есть вариации в настройках проекта предлагается, зайдите, посмотрите. И по поводу такого общего какого-то порога у нас есть еще рейтинг талокеров. Вот, мы постоянно работаем над его улучшением. Не могу сказать, что он идеален сейчас, но, в принципе, по нему можно тоже настроить границу, чтобы в ваш проект попадали только те пользователи, которые, там, не знаю, входят в топ, там, 20% лучших по рейтингу, например. Вот, это тоже действительно работает. Да, ну и в целом еще хочу добавить, что если у вас есть перекрытие, если у вас есть много golden set, и у вас вот эта вот матрица, значит, ну, граф, я не знаю, талокер на задание достаточно связанный, то дальше, когда вы это засовываете в какой-нибудь David Skin, то у него появляется возможность, например, по тем же golden set, грубо говоря, качество талокера определить и вы застретите им вес при агрегации. Ну вот, то есть, соответственно, связанность дает перекрытие и большое количество общих заданий golden set, плюс правильный ответ для них. Спасибо. Спасибо.